Тридцать седьмая глава Она просила там свою наложницу, чтобы были у нее, у нее приемные дети были, но это все были не ее дети. И вот у любимой жены рождается Иосиф, который первый сын, второй вот уже ввиняем, то что мы слышали о том, что он уже был рожденный, после этого Ревека умерла. А вот Иосиф, он был для отца самым любимым из сына. Когда он стал подрастать, мальчиком, видимо, очень ласковым, он наблюдал со своими братьями и говорил отцу. Отец дал ему хорошую одежду, выделил его из всех. Цветастая одежда, этого тоже в Библии подчеркивается, что он выделялся одеждой. Первое, что настраивало братьев против Иосифа, это то, что он на них говорил отцу. Второе, то, что отец выделял его из всех остальных. И третье, конечно, это сны. Первый сон был сон о снопах. Снопы братьев поклонились снопу Иосифу. Ну, это вот сон такой, очень интересный. 12 снопов, 11 поклонились снопу Иосифу. Здесь такой вот земной, такой сон, который касается только вот этих братьев. Что Иосифа представляет и в каком-то смысле аллегорическом снопы братьев. Ну, это земля, это земное, это не небесное, это то, что касается земного величия или земного происхождения. Но следующий сон, он был совсем другого происхождения, был небесное происхождение. Солнце, луна и звезды поклонились звезде. Что такое луна и солнце? Луна, понятно, что это мать, солнце это отец. То есть это уже абсолютно неземное, это уже небесное, духовное. И вот в духовном отношении, и даже отец удивился, неужели мы с матерью, то есть с той, которой уже нет, тебе можем поклониться? Даже отец возмутился этому сну Иосифа. Однажды отец посылает любимого сына проверить, что там братья его, как они. Он долго их ищет по пастбищам, находит их, и они издалека в виде его замышляют его убить. Но старший брат Румин заступился за него, сказал, ну давайте уж не будем его убивать, давайте бросим его в ров. На произвол судьбы он проявил, ну некоторые не то, что милосердие, но по крайней мере не хотел пачкать руки кровью. Недалеко от них идет караван. Караван вез с собой различные благоухающие, благовонные, Ладан, Ливан, там что-то еще, там, Смир, там, так далее, вот так. Один из братьев, его имя Иуда, он предлагает им, ну зачем мы его будем убивать, давайте его продадим. И вот они продают его символическая плата 20 серебряных монет. Для того, чтобы отцу доказать, чтобы он там не искал его, они взяли одежду Иосифа и обмокнули ее в крови козленка. Отцу отнесли эту одежду, ну и отец, конечно, узнал одежду. Это действительно для него был очень сильный удар, но у него оставался еще Вениамин, по крайней мере от любимой жены оставался еще Вениамин. Очень интересно, он по-настоящему сыновей, своих сыновей считает двоих, Иосифа и Вениамина. Хотя от Лии тоже были сыновья, от Налужницы тоже были сыновья, вроде бы тоже свои плоти. Но вот настоящие, два сына, это потом тоже будет понятно, почему так. В следующие голова Иуда взял жену, семлянку, и от нее родилось три сына. Первый сын Ир, и отец его женил. Как только он женился, он умер. И, мне сказано, был не угоден Богу. То, что Иуда все сотворил, это должно было отразиться на его потомках. Фомарь, оставшаяся вдовой, по закону иудейскому, должна была достаться второму сыну. Дело в том, что по этому закону надо было восстановить еще и семя род старшего брата. А он, ему надо было это. Ему надо, чтобы он наследовал наследство Ира. Что он делает? Он при входе в палатку делает беззаконие мужское, так, чтобы у Фомарьи не было сыновей. Изливает вот это все семя на землю. Все. Тоже, это уже грех, который называется его именем теперь уже впоследствии. И он тоже был не угоден Богу, именно поэтому он умирает по своему греху. Видя все это, Иуда своей невестке говорит, знаешь, иди к своему отцу там, побудь пока вдовой. Пока не подрастет третий сын. У Иуды умирает жена. Идет как-то на праздник пострижение овец. И Фомарьи говорят, что вот твой свекр идет скоро. Она закрывает себя и садится у перекрестки дорог. Кто сидел из женщин на перекрестках дорог? Женщина легкого поведения или блудницы, он обращает на нее внимание, говорит, ну пойдем. Безобразие такое совершил, да. Ну а расплатиться, видимо, особо нечем. Она говорит, ну оставь мне свою перевязь, кольцо и посох. То, на чем есть, видимо, какие-то знаки, инициалы, что можно отличить. Вот он уходит там, может быть, зарабатывает какие-то деньги, отсылает своего друга, чтобы тут расплатился с ней. Не может дойти, нет ее. Но через три месяца ему сообщают, что его невестка, которая в трауре, оказывается беременна, заблудила. Вот она, оказывается, блудница. Вот такая всякая, он говорит, ну что, сжигать будем. Она, ее надо сжечь. Сжигать – это традиция языческая, по-видимому, что-то он уже у язычников тогда наследовал. Когда за ней пришли, она сказала, вот дайте ему, пусть он узнает эти вещи. Он, когда увидел свою вещь, он признал свой грех. И Фомай, в общем-то, рожает двух, двойню. Причем в родах, вначале, очень интересно, появляется рука одного, и быстренько повивальная бабка ввязывает его красной ниточке, чтобы было понятно, что это первый, это там был второй. Все понятно, вот, но рука вдруг обратно спряталась, и появляется уже другой. И первенец, оказывается, другой. Не тот, кто должен был первенцем, а второй. И вот, значит, Фафорес и Зара. Мы их находим в родословии Христа. Что в родословии этого Христа? Все. Все намешано. И как намешано? И причем это вот смешение, в том числе и кровь смешения, и вот такие люди, которые являют не лучшими представителями человечества, а подчас даже чуть ли не самые худшие, они, да, они оказываются, они оказываются в родословии Христа. Христос, Бог, не брест будет, оказывается, человеческим грехом. Он берет как раз грехи человечества, помните, да? Взял на себя что? Грехи всего человечества. То есть и всех, и вот этих, и вот этой Фамари, и вот этого Иуды. На этом рассказ про Иуду и злокречение заканчивается, а вот Иосиф оказывается в доме начальника стражей и телохранителей, фараона, самого фараона. Мальчик такой, видимо, был 17 лет всего. Красивый, сильный. И понятно, что он, по-видимому, понравился вот этому высокопоставленному чиновнику. У этого чиновника сразу пошло дело на лад. Он увидел ум в этом юноше, сделал его начальником всего своего дома. А часто уходил, ну, как это говорят у нас, уезжал в командировке. Говорят, Иосиф был настолько прекрасен, что его не могли не любить. Ну, и вот хозяйка, жена Патифара влюбляется в него и пытается его соблазнить. Никак не получается, в конце концов. Ну, от любви до ненависти, как говорят, да. Она его оболгала в какой-то момент такой борьбы, содрала с него одежду, закричала. Патифар приехал, она ему все это в красках рассказывает, как этот еврей, она его унижает сразу. Еврей, которого ты купил, он на меня там, а вот я там такая хорошая, замечательная. Он даже, видимо, не стал объяснений Иосифа вообще ждать, он сразу его посадил в тюрьму. Вот насчет тюрьмы здесь тоже есть разные интересные версии. Дело в том, что, ну, нам представляется тюрьма фараона. Во-первых, за такое преступление должны были сразу убить раб на хозяйку. Здесь странно, с одной стороны, что он не убит. С другой стороны, он посажен в некую темницу, в которой сидят тоже двое высокопоставленных чиновников. Это Виночерпий и Хлебодар. Это темница самого Патифара. Хлебодар и Виночерпий, они же тоже сидели, ожидая своей участи. Хлебодар и Виночерпий, они видят сны. У Виночерпия был сон. На виноградной грозди появляются три побега, святые, он их берет, выжимает и в чашу, и дает фараон. У Хлебодара у него сон похожий. Он идет с тремя корзинами, птицы подлетали и клевали. Иосиф сказал, ну, я знаю, о чем тут идет речь. И сначала говорит Виночерпию о том, что через три дня ты будешь выпущен, и тебя фараон оправляет и возьмет к себе опять в той же самой должности. Хлебодар говорит, ну, а ты через три дня будешь убит и повешен на дереве, и птицы небесные будут клевать твое тело. Проходит достаточно длительное время, фараону приснилось два сна, которых никто не может разгадать. Тучные коровы выходят из реки, и выходят еще другие семь коров, но уже худре, и худые коровы поглощают коров толстых. Второй сон о колосьях. Вырастают семь колосьев, и потом вырастают семь тощих колосьев, которые поглощают толстых. И вдруг вот тут Виночерпия вспоминает про Иосифа. Фараон его призывает. Иосиф говорит о том, что Бог откроет для славы твоей. Это не мое, говорит он. Бог даст ответ во благо фараона. И разгадывает так, что семь, действительно, это будут семь лет, семь тучных лет, когда урожай будет очень хороший в Египте. И после этих семи тучных и замечательных урожайных лет наступят семь очень голодных неурожайных. И он даже тут же сразу фараону дает некий совет. Надо поставить человека над этим управлением, которое бы собирал, даже говорит сколько. Вот насколько, так сказать, да, вот эта вот мысль сразу, национальное действует. Надо собирать теперь с каждого одну пятую часть. Значит, десятина уже была. Надо увеличить, то есть надо увеличить оброк, увеличить налог. Не одну десятую часть брать со всех, а одну пятую часть со всех. С тем, чтобы накопить это на последующие семь лет. Ну раз так хорошо, знаете, зачем нам еще другого человека? Вот у нас есть. Он ставит его над всем этим хозяйством. Даже дает ему жену, египтянку. То есть, он его как бы приравнивает уже с египтянами. Он его ставит на этот тур, не просто раб, а женившийся на египтянке уже становится египтянием. А Синефа рожает Моносию и Ефрема, колено Моносиева и Ефремова, помните, да? Вот, которые составят потом, ну, одни из противоположных царств. Значит, на севере израильское, на юге и гудейское. Вот это одно из вот таких, кто тоже, опять-таки, откуда они, они вот наполовину оказываются египтянием. Субтитры сделал DimaTorzok